Здравствуйте! Сегодня у нас урок химии в 11 классе, тема которой решение задач на электролиз. Задание номер 1. Укажите значение заряда катиона кальция, выраженное в кулонах. Для начала запишем дано. Значение заряда электрона, выраженное в кулонах, число постоянное и равно 1,6 умножить на 10 минус 19 кулона. Число Q, число постоянное, 1,6 умноженное на 10 минус 19 кулона. Запишем для начала дано. Что нам известно? В условии говорится, что нам известен катион кальция. Катион – это положительно заряженная частица, а так как кальций двухвалентен будет 2+. Мы должны найти значение заряда Q. Для того, чтобы найти Q катиона кальция, мы должны Q умножить на катион. Подставляем в реакцию и, соответственно, получается 1,6 умножить на 10 минус 19 кулона. Таким образом, правильный ответ получается у нас буковка С. И записываем ответ. Задача номер 2. Сколько литров водорода выделится при электролизе раствора, содержащего 2 моль поваренной соли. Записываем условия. Что у нас имеется? У нас количество хлорида натрия, это и есть поваренная соль, 2 моль. Нам нужно найти объем водорода, который выделится при электролизе раствора. Соответственно, составляем уравнение реакции электролиза раствора хлорида натрия. Так как хлорид натрия – соль, которая не содержит кислород и содержит активный металл, значит, на катоде у нас выделится водород, на аноде – хлор и в растворе остается щелочь. Уравниваем реакцию. Два хлора перед хлоридом натрия ставим 2, тогда щелочь у нас будет тоже 2 молекулы и воды станет тоже 2. Подставляем. Для того, чтобы найти объем водорода, мы используем формулу количества умножить на ВМ, где ВМ число постоянно и равно 22,4 литра. Соответственно, у нас ВМ есть, количество нет. Для того, чтобы найти количество водорода, мы используем количество хлорида натрия. Если у нас здесь 2 моль, нам нужно найти водорода. Перед хлоридом натрия стоит двоечка, перед водородом ничего нет. Соответственно, количество водорода у нас будет равно 2 умножить на 1 и разделить на 2, а значит, 1 моль вещества. А если есть количество, мы подставляем формулу. 1 умножить на 22,4 образуется 22,4 литра. И записываем ответ. Объем водорода равен 22,4 литра. И это у нас буковка D. Переходим к задаче номер 3. Вычислите массу хлорида кальция, разложившегося при электролизе его расплава, током 5 А за 25 минут. И даются варианты ответов. Давайте разбираться. Что у нас дается? Сила тока 5 А. Время 25 минут. В данном случае я минуты сразу перевожу в секунды для того, чтобы мне легко было найти массу хлорида кальция. 25 я умножаю на 60. Это будет 1500 секунд. И теперь мне нужно найти массу хлорида кальция. Я использую формулу для того, чтобы найти массу. У меня получается, что я должна силу тока умножить на время, умножить на эквивалент и разделить на число Фарадея. Давайте посмотрим, что у нас имеется. Сила тока у нас есть. Время у нас есть. Число Фарадея в секундах будет равно 96500. И эквивалент кальций и хлор 2 я могу найти. На предыдущих уроках мы говорили, что есть классы веществ. В данном случае это соль. Для того, чтобы найти эквивалент соли, мы используем формулу, где малярку делим. В умножим ее на n. В это валентность кальция. Н число атомов кальция. Соответственно, нахожу малярную массу хлорида кальция. У нас образуется 111 грамм на моль. И подставляю формулу. Валентность кальция 2 число атомов 1. Соответственно, эквивалент будет равен 55,5 грамм на эквивалент. И подставляю формулу. Соответственно, масса хлорида кальция равна. Сила тока у нас 5. Времени у нас 1500 секунд. Эквивалент у нас равен 55,5. И число Фарадея 96,500. Если произвести математическое вычисление, у нас образуется 4,3 грамма. И записываем ответ. Масса хлорида кальция равна 4,3 грамма. Это получается ответ D. Переходим к задаче номер 4. В течение какого времени необходимо провести ток силы 5 А через 500 грамм 32% раствора сульфата меди-2, чтобы полностью выделить медь? У вас в скобках сказано, что ответ надо указать в секундах. Запишем дано. Что нам дается? 5 А, значит, сила тока. Есть масса раствора сульфата меди-2 500 грамм. И есть концентрация раствора 32%. Сразу перевожу в долю 0,32. Мне нужно найти время. Для того, чтобы найти время, у нас существует формула. Масса умножить на число Фарадея разделить эквивалентом умножить на силу току. Соответственно, что у нас известно? Раз нам говорится, что ответ в секундах, значит, число Фарадея будет равно 96500. Сила тока у нас есть. Массу Купрумсу-4 я нахожу по формуле. Массу раствора умножить на массовую долю. Подставляю, получается 500 умножить на 0,32, образуется 160 грамм сульфата меди-2. Теперь у меня не хватает эквивалента. Эквивалент Купрумсу-4. Нахожу по формуле. Малярку разделить В умножим на Н. Считаем. Малярку Купрумсу-4. 64 плюс 32 плюс 64 – 160 грамм на моль. И подставляю формулу. 160. Валентность меди в данном соединении равна 2. Число атомов 1. Значит, эквивалент сульфата меди-2 будет равен 80 грамм на эквивалент. Массу мы нашли, число Фарадея есть, эквивалент нашли, сила тока есть. Находим время. Подставляем масса 160 умножить на 96500, эквивалент 80 умножить сила тока 5. Производим математическое вычисление и получаем 38600 секунд. И записываем ответ. Переходим к задаче номер 5. Какая масса хлорида калия должна быть подвергнута электролизу в водном растворе, чтобы получить раствор 28 граммов гидроксида калия? Записываем, что нам известно. Нам известно 28 граммов гидроксида калия. Нам нужно найти массу хлорида калия. Составляем химическое уравнение. Хлорид калия подвергаем электролизу. При электролизе у нас образуется на катоде водород, на аноде хлор и в растворе остается калий OH. Уравниваем химическое уравнение и начинаем решать. Находим первым действием количество калий OH. Используя формулу массу, разделить на малярку. Масса у нас 28, а малярная масса вещества равна 56. Подставляем формулу и образуем 0,5 моль вещества. Теперь, если калий OH у нас было 0,5 моль, а нам нужно найти массу калий хлор, а для того, чтобы найти массу калий хлор, мы должны использовать формулу количество умножить на малярку, значит, по уравнению мы находим количество хлорида калия. Перед калий хлор стоит двоечка, и перед калий OH стоит двоечка. Значит, я могу написать, что количество калий хлор равно количеству калий OH, а значит, оно равно 0,5 моль. И подставляю формулу 0,5 умножить малярка калий хлор у нас будет равна 74,5 грамм на моль. Подставляю формулу, и образуется у меня 37,25 граммов. Это будет второе действие, это третье, это четвертое, и это пятое. И записываем ответ. Ответ масса калий хлор 37,25 граммов. На этом мы наш сегодняшний урок заканчиваем и переходим к домашнему заданию. Задача номер 1. Укажите значение заряда катиона алюминия, выраженное в кулонах. Вариант ответов. Задание номер 2. Вычислите массу серебра в граммах, полученного при электролизе раствора, его нитрата, током с силой 3 А за 40 минут. И варианты ответов. А. 8,06 граммов. Б. 28,02 грамма. С. 16,1 грамм. Д. 4,03 грамма. Е. 18,05 грамм. И последнее задание. После параграфа 32 у вас есть задачки номер 1 и 2 на страничке 149. Прошу их выполнить. Урок закончен. До свидания.